Привет из моей студии в Риге. Я сегодня на русском, потому что мне хочется, чтобы побольше нас всех пообсуждали вместе со мной такую идею, с которой я сталкиваюсь в последнее время в короткий промежуток, отрезок времени в нескольких местах, в разных нюансах. Но идея-то основная приблизительно такая женщина, выразительная, яркая, вся проявление женственности, своей силы часто может вызвать в окружающих нездоровые фантазии, вплоть до похотливых позывов. И что это плохо? В одном месте даже цитировался один современный ведический учитель, который по ведам преподает лекции, читает довольно известный. И идея такая, что хвала женщинам, которые скромны и свою красоту бережут для мужа единственного, не наряжаясь никоим образом, не делая позывы в окружающих других, чужих мужчин. Интересно, правда? И многие так думают, и многие... Я в последнее время общаюсь с одним как раз, у которого жизнь, основа его жизни, наверное, ведическая культура с одним индийским парнем, наверное, половину младше меня, может быть. У нас очень интересные беседы по WhatsApp мы говорим. А фотограф, кинематографист, немножко профессионально, но очень, очень у нас глубокие разговоры именно на уровне сакрального женского, сакрального мужского, очень уважительные. И если бы это не было английским you, то я думаю, что это было бы и звучало как вы даже. Вот он мне часто говорит, байба, вы все женщины, вы все такие красивые, это же такая сила. Он, кстати, мне говорит, никакой не учитель семинаров отнюдь не, но он мне дает, ну, как дает, делится такими знаниями, которых мне такие вещи просвещают. Он говорит, что, ну, вот, я нас именно редко где встречала, то есть даже не встречала. И одна из вещей, которые я очень часто слышу от него, делайте побольше фотографий, вы все женщины такие красивые, это такая исцеляющая сила. Его аккаунт фейсбучный полон всяких разных национальностей, в том числе возрастов женщин, там и молодые, и постарше, и старше меня намного. И, то есть, ну, великая, да, такая мужская сила, которая, он, кстати, сам так и говорит, что я поклоняюсь Living Goddess, то есть богине, которая живая в женщинах и вокруг, в том числе Матерь в земле. Знаете, женская сила, такая природная женская энергетика, которая проявляется в том числе женщине, как она чувствует себя уверенно, она чувствует себя комфортно в своем теле и выражает это. Это огромная энергия и может быть в каком-то, наверное, в очень многих, у которых сознание, спектрум вот такой, вот эту вот одну энергию, вот столько может уловить, и тогда это дело уже в этом сознании, сознании того, кто наблюдает. Так же, как, например, прекрасный рассказ, который вдохновляет, в котором писатель описывает и прочитывается его талант, его навыки, его мастерство, в ком-то, конечно, может порождать зависть, соревнования или какие-то другие, которые мы говорим, низкие или вот такого спектрума энергии. Опять, как всегда, дело всё в наблюдателе. Правда, Витя?